Горчица, бугульма, салы, огурцы, все как положено. Не хватает винограда, блядь, на минералке. А это зачем? Не стоит их хули. А, это, и сливы еще положить. А сливы они от поноса хорошо. Или наоборот, для поноса. А слив дрищишь наоборот. А чистка организма. Это нормально? Кто считает, что это нормально? Поднимите руки. Мы же собрались не просто побухать. Не знаю, кто как то, блядь, а я бухать. Пока жена не видит, поэтому... Я представляю вашему вниманию представители эпохи, так сказать, ельцинской, этих 90-х. И как там, да, вот это как у нас тут принято, да? Это наив, погоняло. На самом деле это Алексей. Он, ну, как водится, значит, панк. Хотя он не играет, блядь, ни на каких инструментах. И стихи он, нахуй, никакие не сочиняет. И для него, блядь, что панк, блядь, что не панк, что фа, там, что антифа. Для него все это одинаково. Главное, люди отличаются как бы по размеру и весу. Потому как он хоронит людей. Главное, люди отличаются как бы по размеру и весу. Вот об этом мы сегодня не хотели поговорить. Вот сколько лет ты уже хоронишь людей? Блядь, Юрас, ну это уже пошел, блядь, не спиздеть тебе, блядь. Ну, восьмой год, восьмой год пошел, блядь, как мы занимаемся этой хуйней, блядь. Поначалу это вообще просто распизденичали. То есть, знаешь, ну, ты же как бы панк, блядь, ты должен бухать, должна быть такая работа, чтобы можно бухать, и чтобы тебе было пиздато, зашариться там где-то, всякой хуйней заниматься, блядь. Я, блядь, в метрострое в каком-то работал, какие-то туннели там копал, блядь, всякую разную хуйню, блядь. Мы еще и в переходах оскали, там, всякие гитары, вот эта вся хуйня, блядь. Вот это самая основная хуйня, блядь. На баррикадке ебашая. Ну, суть-то не в этом, хуй с ним, блядь. То есть, когда вот мы пьянствовали, хуянствовали, блядь, я говорю, Шурик, да, блядь, найди мне какую-нибудь нормальную работу, блядь. Я говорю, я заебался уже, блядь, мне там, блядь, баба пилит, короче, блядь, ебаться не дает и так далее, и тому подобное, блядь. Вот, ну и в итоге меня Саша втыкает в этот ритуал, говорит, а будешь, говорит, гробы носить, блядь. Я такой, блядь, нихуя себе гробы носить, это как, блядь. Ну, говорит, хоронить людей. Ну, хоронить людей, это достойнейшее занятие. Такая, знаешь, хуяк, ну, хоронить людей, ебать. Банковская. Да, хоронить, ну, давай попробуем, блядь. А мы тогда оскали, там, ну, знаешь, куча, там, блядь, там один с микрофоном, другой с гитарой, там, двое бегают шапкой, блядь, оскалят. Ну, как бы, получалось, там, по тысяче рублей, это мы весь день, там, блядь, оскали в этом переходе, блядь. Ну, рубль домой, как бы, привозил. Ну, это, блядь, грубо говоря, там, с 10 утра мы там собирались, ядоветили. Ну, еще бухали, естественно, понятно. А тут мы хуяк, поехали, у меня, первый заказ, мы приехали в Морхо, 52-й больнице. Что-то хуяк взяли, гроб нахуй, затащили, блядь, приехали на клавиши, там, все, с края выкинули. То есть, ну, не хуя себе, помог людям, блядь. Тут оскальшь весь день, блядь. Ну, короче, как нормально, понравилось, блядь. Это рекламу ГБУ-ритуал сейчас? Нет, тогда не было ГБУ никакого ритуала, был Гурбрус, который сейчас уже не существует давно. Осталось только рематуре от Гурбруса. Вот, ну, блядь, хули, бухали, блядь. Ну, потом, может, и так тебя и взяли. Взяли, да, я и такой хули. Понимаешь, там надо уметь пиздеть с людьми, там, с этими заказчиками, хуящиками. То есть, а как ты вот на той волне аска, когда ты аскаешь, блядь, там, ты же, блядь, там, извините, там, сударь, вы только не бейте ногами по голове, там, банальную, правдивую просьбу. Не могли бы, там, выручить питерских панков, жертв московского алкоголизма, банальными, там, российскими рублями, там, на молоко три семерки. Ну, а тут, блядь, тот же ритуал, тот же аска, блядь. Ты, то есть, подходишь, там, к этому же заказчику, клиенту и говоришь ему, блядь, ёптать, дружище, ну, наша работа, там, закончена, хуя-мая. Ну, в итоге, один кухня дают денег, там, водки и так далее и тому подобное. То есть, для меня, вот, такой разницы не было, блядь. Ну, давай, ебанюк. Давай, давай. За здравие. Давай. О, блядь, какая гарность, блядь. Я про тёплую водку, блядь. Тёплую уже? Угу. А рядом с крематорием. А у тебя стены тёплые, блядь, кстати, да. Ладно. Вот компания ГБУ, вот этот ритуал, она, в принципе, главная сейчас на... Сейчас, да. Вот, с какого года, получается? Она вышла на рынок в том году. В том году? То есть, там ты это не дал? Нет, она была, она сначала, они сначала были ГУП, сначала был, сейчас теперь ГБУ или наоборот, я сейчас не знаю. А нет, она была обычная ритуальная контора, то есть, в Москве было там, как бы, основных, там, вот, ГБУ, вот этот ритуал, был, там, ну, блядь, не буду сейчас назвать никаких названий, там, Гурбрус этот ритуал. Это каждому лицензию же нужно дать. Да, какие пиздов лицензии, блядь. Ну, смотри, ну, я сейчас придушу, как бы, какую-нибудь шавку, шавку какую-нибудь, бабку, и, как бы, потом, раз, похоронить, хоп, хоп, всё, похоронили, всё. Приехал агентик, оформил, всё сделал, всё, пиздац, заебись, блядь. И всё, и нормально. Нет, настолько это, понимаешь, это оно... Чики-поки. Это глубинная такая хуйня, что, блядь, блядь, сейчас рассказывают, меня потом, нахуй, выебут, блядь, привет, пацаны с топорами, блядь. Нет, 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 если что, не надо, не рассказывай, это понятно. Вот, вообще, они по России уже, как бы, или это по Москве? Это чисто по Москве, это они чисто по Москве, все вот эти конторы, они, которые работают в Москве, они уже, потому что за, уже, ну, то есть, другие, другие регионы, там, России, там уже, кто бы ты понял, да, у них там свои, короче, блядь, законы. Ну, то есть, у нас в Москве, ты можешь человека похоронить за счет государства, блядь, ну, то есть, по Собесу, блядь, там, 16 тысяч, там, ну, а ниже ГБУ, ритуал. А, блядь, всё, уехал за Москву, даже за Москву уехал уже в Московскую область, уже всё, блядь, хуяк, выслушали маяк, блядь, соседи хуй, блядь, за свои бабки делаешь, так что, вот такая поебень, блядь. Ну, вот смотри, как бы, был же, был же большой случай, вот, по радио обсуждали, какие-то таджики с кем-то на каком-то кладбище. На Хованском. На Хованском, как бы, начались там чуть ли не перестрелка, там, гранаты кидали. Нет, там стрелялись, там были, я был даже очевидцем. Это две конкурирующие организации? Нет, это не две, это одна организация, только одна администрация, а другая, как бы, блядь, обычные работяги, блядь. А, то есть, это администрация с работягами устроили бучу? Ну, короче, грубо говоря. Революцию, короче. Короче, в администрацию влезли, в лес Кавказ, там был у них, ну, то есть, неважно, блядь, да? А кто там копает у них, в основном таджики, узбеки, блядь. То есть, естественно, они копают, там тоже какая-то копейка прилетает, то есть, там, монтаж-демонтаж, там, выкопать могилку, блядь. И мы тебе, товарищи, блядь, с Кавказа, гости столицы, зарядились в случае, пацаны, зачем вы так делаете? Давайте вы нам 50% будете отдавать, и будете их в мир накопать. То есть, получил бедный таджик, там, допустим, в денег, там, ну, скажем, 3 тысячи, блядь. Вот, то есть, полторы он должен отдать. То есть, не за хуй какого-нибудь хуеплета, который там сидит в конторе, блядь. Ну, и была, началась проверка, потом началась буча, то есть, они, ну, реально там кипишнули, блядь. Вот, и там уже потом проверка. На самом большом кладбище Москвы, Хованском, сегодня пришлось срочно переносить похороны. Там вспыхнуло без преувеличения побоище. Несколько сотен участников колотили и друг друга, и посетителей. А, что тут? Мап, я все, кордору. Вот, лица, ну, не русской национальности. И там вот стояли машины, здесь никого не впускали, и как бы происходило с перегла. Какие машины? Там, на кладбище, там, на вот, блядь, контора, там драка, там, все стрелы. Не знаешь, не надо говорить, что, конечно, конечно, конечно. Реально, кипишнули, там чуть ли не, говорит, война какая-то. Да, там, блядь, там стрелялись в автоматов, там чурбаны приехали, там, блядь, чуть ли не, ну, пизды давали. Да, одни таджики, другие, там, кавказ, там, то есть, понимаешь, они там, блядь, хач-хач, хач, да, и там бегали, а, но это было смешно с стороны смотреть, то есть, хотя, кстати, что те, что эти, блядь, приехали зарабатывать сюда, блядь, и этим, сука, жопа горит, этим горит. Ну, в итоге, все равно всех выебли, блядь, и тех, и тех, и кого надо, посадили. Ну, я отвечу, потому что с него, как с министра, надо спрашивать, почему на подвензанной Москве территории такой бардак, и он должен написать заявление об угоде. Ну, а вот смотри, вот, получается, зимой или летом, как бы, ну, понятно, зимой сложнее хранить, а, как бы, клиент, он больше летом, как бы, типа, от жары мрут, или мерзнут, как бы. Ну, зима, блядь, я тебе скажу вот так вот, по моему наблюдению, блядь. Ну, да, ты же восемь лет уже. Весна-осень, блядь, когда-то обострения всякие происходят. Весна-осень, а, то есть, лето уже все адаптировались? Нет, ну, это, понимаешь, вот такие нюансы, то есть, блядь, летом половина, блядь, города уезжает нахуй за город. А там потом бесплатно не похоронят. И виртуальные услуги в Подмосковье становятся золотыми, блядь, потому что там много количества бабушек, дедушек, которые там сердечники, гипертоники, они, блядь, ой, я на даче там посижу, там свежий воздух, блядь, там попью пивка, бля, шашлычка, блядь, и он там нахуй этот дед или бабка там отъезжает. Естественно, уже забирают в морг, куда, в Подмосковье, блядь, с дачи там, да? То есть, вот лето и зима, то есть... Для того, чтобы все было по закону, там, и бесплатно, везут уже обратно в Москву, все. Ну, для того, уже, нет, ну, ты заказываешь перевозку, блядь, чтобы тушу, блядь, деда там отвезли в Москву, блядь. А это тоже, опять же, стоит 7-8 тысяч. Вот, а так, нет, ну, смертность, естественно, летом больше, потому что жарко, перепады давления, опять же, все гипертоники. Летом больше. Да, опять же, летом больше приезжих, блядь, там, кого-то клофелинят, там, эти тоже мотоциклисты, это, блядь, 40%, блядь, они это фарзвы, это постоянно, то есть, это прямо статистика. Ну, об этом чуть позже, как бы, тогда сразу так вот вопрос, может быть, немного такой... В жопу не дам, нихуя. Да, вот, давай, ну, шуевь, ебнем. Бугульма. Хлебная страна. И вот, заметьте, кто из нас, блядь, русский, а кто не русский. Кому зигу можно кидать, а кому нельзя, блядь. А кого хлебная страна, а кого бугульма. Ну, я знаю, ты это потом вырежешь, блядь. Вот мне зигу-то и запретили. А хулишь, урму съел? Все, блядь, две недели в зигу не кидаешь, блядь. Так вот. Не, ну, если большом потом придавишь, то, в принципе, блядь, можно по УДО пройти. Если Тор призовет Волгалу... В Волгалу, блядь, он призовет. Сука, Тор, блядь. Ну, давай. Ну, как бы, добро. Гуть солнца золотого, зимы скрывает. Ну, вот, как бы, во второй половине дня вообще хоронят людей. Да. То есть, как бы, где-нибудь на закате дня, где солнышко садится. Все зависит. От сердца к солнышку. Стараются, не знаешь, захорониться, блядь, до обеда. Ну, как бы, знаешь, не знаю, откуда ты пошел, да, до обеда, типа, после обеда, типа, не хоронят. Почему все эти отпевания там стараются пораньше сделать, всю эту хуйню, блядь. Вот, а так, конечно, блядь, тоже совмест... Ну, у нас, опять же, Москва, блядь, кто из, блядь, там выдачу, ты можешь два забрать часа только из морга, блядь. А так, по большому счету, все зависит от полноты. Ну, а был такое, что, допустим, уже, типа, закат, совы такие... Ху-ху-ху-ху-ху. Было, ну, не закат, совы, прям, такой романтики не было, блядь, как-то, вот, таком, окламбиченской, блядь. Было это, блядь, это как раз конец, не помню, какого года, позапрошлом году, это, петок с пятнашки мы ехали на Хован, ехать. Ну, буквально там, полчаса по Амкаду, был, Хованский, ну, то есть, выхина, блядь. Был какой-то невъебовый снегопад, блядь, прям, он что-то как-то резко начался, блядь, неожиданно. Какой-нибудь кладбищный сторож, кладбище закрывается, закрывается. Там был неожиданно для всех коммунальных служб такой снегопад, весь МКАД встал, то есть, мы в 9 утра выехали, ну, там, в полдесятого где-то, и мы только в 8 утра, в 8 вечера приехали на Ховань, блядь, на Хованское кладбище, блядь. То есть, у нас там девочка заказчистая такая, которая папу хоронила. Он говорит, да у нас сейчас не встретят, то есть, ну, там реально могло произойти такая хуйня, что, как бы, кладбище, оно в 7 уже закрывается, то есть, там, хуй кого найдешь. В 7 летом в 7 еще светло, в принципе. Это зима, считаешь, все пиздец, а в 5 часов уже темнотища. Да, ну, и как бы уже там были варианты, я уже позвонил там начальнику их, ну, не начальнику, ну, бригадиру земляков, там, я Серегу знаю. Говорю, Серега, оформи документы, забери там, короче, блядь, встреть, дождись, там, разберемся, вот. Ну, и в итоге, в 8 вечера по зиме, то есть, представляешь, закрытые клавиши, нам открывают ворота, заезжает похоронный кортеж, блядь, да. Ну, птички не пели, блядь, было жутко холодно, то есть, пиздец, как бы, ну, без нас бы не сделало, потому что, блядь, ибо просто сказали, блядь, ну, оставляйте, грубо, в автобусе, либо везите трупохранилище там на ночь, блядь, а утром приезжайте. Ну, в общем, как бы, вот этих вечерних таких, как бы, вот этого все такого не бывает, все по-обычному. Все по-обычному, да, то есть, если какие-то накладки происходят, то есть, почему такое? Да, а хоронили ли вы на твоей практике каких-нибудь вот знаменитостей? Да, блядь, не раз. Огромный гроб, дорогущий. Много-много у нас было, да сейчас прям на скидку-то, для кого вспомнить-то. Вот летчики, два испытателя были, которые разбились с Жуковским, то есть, вот одного из них. А с оркестром, например? С оркестром их был этот... Вот Владик у нас тоже... Композитор был. Может, передать привет Владику, как бы... Владик, здорово, братан, ты там, это, много не пей, с дураками не связывайся. Он играет в оркестре, и в том числе, и... Ну, если надо будет, и оркестра похороним. Ну, вот, а не ферье какое-нибудь хоронил, как бы, ну, были такие, как там, типа, с Рокезом, там, что-нибудь? Были такие, да, ребятушки, были, ну, как бы, ну, это неизвестные такие, ну, как бы, не такие, там, да. Ну, да, ну, неизвестные, понятно, но, видно, что там среди родственников, как бы, там, тоже пацаны плачут, там, типа, с Рокезами. Через одного, практически, получается, да. Это какой-то, какой-то год определенный? Был даже, тебе скажу, сейчас, сейчас 2017, 2015 год был. Бля, прям, как-то посыпался, я прям, вот, не говорю, прям, один за одним, вот, что-то, вот, у нас прям, вот, такие, бля, опять. 35-40 лет, блядь, ну, байкеров, блядь, ну, этих не берем, байкеров, блядь. То там рокер, то, ну, рокер, ты понимаешь, да, русский рок, который... Это, честно, мотоциклы и водка, да, получается? Ну, и наркотики, наверное, опять же. Наркотики, мотоциклы и водка, а не вот это, вот, там, нож, там, нож. Не-не-не, от этой хуни, как бы, блядь, вот, редко кто-то там, блядь, бытовуха, кто-то таких редко попадает. Судебхи. Вот, наркотики, коктейли, блядь, вот это себя поебень, блядь. Ну, да, так, как бы, с хуя знает. Да, а среди, 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 вот, работников много, не ферье работает, как бы, вот? А практически все, блядь, либо какие-то бедолаги, блядь, либо... Ну, это надо же, сам понимаешь, ты сам туда попадал, это надо иметь определенный склад ума, блядь. Понимаешь, обычно люди такие, о, как так, блядь, ты же знаешь, надо же там бабку взять голую за ноги. А когда мусульман хоронишь, блядь, ты же, блядь, приезжаешь к ним в мечеть на Хачатуряна, блядь, у них же там омовение, блядь. Надо же вот это тело достать, его вот так положить там на стол, то есть из ящика, блядь, понимаешь? Только не ферье. То есть склад ума, то есть, ну, не то, что склад, а по хуистической отношению, ну, блядь, ну, мертвое тело. Вот мне, допустим, блядь, что курицу, блядь, взять из магазина, что-то. Сало, вот. Ну, что сало, да. Просто человеческая душа, она, блядь, тяжелее, блядь. Тяжелее? Вестись, не ходя в тебе, сколько килограмм, допустим. Ну, 75. Ну, я, ну, вот, видишь, поэтому вдвоем втроем и поднимаем, блядь. А было бы 90, уже бы шестеро понесли. Лап-колода, нет, ну, колода засоб, блядь. Короче, кто не знает, что такое колода, как бы, колода – это гроб для… Жирных людей, как я, блядь. Ну, нет, для тебя, в принципе… Колода, я колода буду, блядь. А помнишь тот гроб, вот, фотографию вот эту, наверное, можно показать? Ну, может, конечно, покажешь, конечно. Это как называется? Это домовина. Домовина? Да. Есть обычный гроб, есть колода, нет, даже начнем сначала, есть детский гроб. Ну, детей же тоже хороним. Ну, это, да. Есть гроб, есть колода, есть домовина. Вот есть спецколода еще, то это между домовиной, блядь, и… Ну, то есть на заказ. Ну, обыдем, колода-то несет шесть человек, блядь, то есть он, ну, тяжелый, да, блядь, спецколода – это уже восемь человек, то есть по четыре человека там еще в голове. Домовина тоже восемь. Да, домовина там уже хуйня, там трактор нужен, блядь. Если честно, домовину никогда не таскал, но видел, блядь. У нас первый сорт, прямо, в нем жить можно. Вот, а встречаешься, кстати говоря, вот среди вот, ну, работников совсем такие отбитые маньяки, блядь, сразу пойдет, там, готы какие-то трущит? О, блядь. Блядь, да я тебе скажу больше, блядь, ты даже отдал кривой, блядь, вот тебе вот, вот тебе кривой, блядь. Это отбитый гопник и маньяк, блядь, хоть он косит там под кого-то неформалов, блядь. Он, он какой-то извращенец, он, блядь, я не, как это называется, блядь. Вот кривой, кстати, ты смотришь, Леха тебя сливает, ты бомб. Это как это, что у него некая педофил, прямо. то есть клиф да девочка свою там это не разделенная любовь там кто это зуицидница блять это хуйня млять все там пацаны санитары накрасить это грамм лежит ну ну красиво да как саша грей прям такая ручки в работам платится гроб как бы он стоит значит там за шторичкой такой как бы да еще столью за шторичкой то есть ну как бы там все подготовили закачки то есть родные близкие они там в стороночке блять я еще криво говорю кривой пришел заказчик надо тебе с ним знакомиться то есть как бы вся хуйня ищу бля его нету блять к папу захожу блять батюка где кривой туда я ебоку на коньяка выпил подсъебался блять пускайся к пацану санитаром где кривой кривой гроб забрал при поднял наверх а там как ну встречу подымаешься там то есть лифты такая шторка блять я за эту шторку хуяк блять стоит кривой вот эту блять щупает вот эту бабу блять ну мертвую девушку за сиськи такой промазать кем-то определяет закатил глаза дуги не туге был кривой ты говорю ахуел ты че за сиськи трогаешь там закачки пришли такой такой то не нет и как крестик проверяете поначалу не одели не одели блять так вы съехал грамотно с этой хуйни блять короче так ну и с тех пор блять не оборот кривой ты свой человек как бы блять но а кривой то получается что слушает голос америки где там поюдач про каннибализм он слушали влажные ватрушки там про про труп по трупу да 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 как раз это все это влажные ватрушки там сотовое прочее но голос америка хорошая группа не но кривой хороший друг я вот за него прям выпью блять вот кривой тебе блять банал истории может быть внизу когда-нибудь и голос америки за радион орден и аккордеон туда и борода блять ну а чё все кладбищенские слушают голос америки хули или не все только кривой и и мусульмане там слушать своих у него у нас я кладбище обычно там таджики узбеки сейчас не все рабочее село а вот самому бы не хотел бы миска человеческого чуть-чуть вот точкануть как бы печеночки блять печеночки там какую такую сиськи в тесте кстати заметил по поводу работы да вот старые бабки которые за 50 лет у них у всех пизды лысые или бритые блять и вот до сих пор они понимают то ли то есть либо не пизда лысая то ли бритые причем нам где даже трогал он так вот как твой стол такая гладкая гладкая вот сверху есть пушок на лапке есть как как кожаная куртка ну не кожаная куртка очень грубовато блять я до сих пор дилемма блять у старых бабок вот который за не балк за 50 лет у женщин либо она бритая либо блять почему-то у всех она лысая лысые да вот их угадай блять никто не знает даже журнал космополитен как бы об этом ничего не пишет не пишет хотим разобраться вести это расследование узнать почему блять эту бабок пизда лысые мне правда интересно блять я пацана даже санитаром спрашиваю пацаны блять вот да говорит лёха вот пока ты бы не сказал бы нихуя вы бы не обратили внимание а тут вот игорь это обратил внимание на так на только факт чтобы действительно ну понятно хотел лизнуть это в качестве эксперимента это не смысле что как бы интересно было блять а это если не ебать не хотелось бы но этот останется тайной за семью печатями а насчет пожрать на этой хуйни как бы ну сальцо вот чем она отличается от какого-нибудь вот такого вот ты захочешь на секцию в морг да вот и захочешь на него не важно брать в любом море захочешь на секцию когда тело скрыто понимаешь мы мы так воняем свиньи так не воняем как люди воняют то есть этот колосбольник вот это блять аппендикс хуйникс и прочая хуйня блять ё-моё владик не испачкайся ну что ты мать ругать там вот есть какие-то элитные морги которые раз так человека быстренько обработали кау отдельно как бы тушечка уже готова как бы еще подморозили можно черкизову ввести или там у нас любой борг любой 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 борг в москве взять там пацаны настолько профессионалы блять все упираются бы не много русских рублей блять тебе блять за полчаса блять сделают бабку она при жизни хуже выглядела чем блять после смерти и вот так нахуярит этом обколят блять череп натянут там накрасят губки хуюки всю эту хуйню блять пизду побреет оденут блять хочешь в кожу хочешь то есть нас как бы все там пацаны по ним профессионалы то есть ну вот если вот уже про совсем про трешак как бы роняли гроб вот как бы не раз были были такие ваши случаи ситуации чтобы возьмем тоже склиф помнишь на там ступеньки такие то есть кого-то заходишь а там группы они вечеря то есть это понимаешь такой группы не в ебовой такой охуенно тяжелый бы ну я ну а так как у нас крема туре тип ну четвером там как ты говоришь гроб назывался тайная вечеря он так и называется итальянский гроб то есть он сделан прям так ну наш по черное дерево там вот этот исус там со своей бандой там то есть прямо на свет нарис там будет на гуглить ребятам показать но это дорогое то там 200 тысяч стоит то есть наши пацаны не потянут а мы уже недавно американцы хранили угры 350 стоит это американец американец еще дороже да итальянские гроба не подешевле немножко но они пока по изящнее блять по изящнее но они без лифта бля пол то есть лифт в американцы лифта когда тело подымает а это ну хусь не суть я приезжаю склиф приехал василич блять еще дед там это как-то водитель как раз у притуалка дед старый блять вот короче представляешь да и валёк приехал они оба пьяные василич дед то понятно но и так уже по жизни ему хуёло так вот трясет найти не может ли с кошки охуеваю охуительно игру пацаны давайте блять василич пьяный сидит на лавке или лето жарко грызади блять умойся в туалет там склифе вся эта хуйня да я все вынесу все заебись типа наив ты меня знаешь говорю василич блять не дай бог какая-нибудь хуйня блять давайте в багажник в багажник расступить я сам зайду василич уже вообще такой я думаю хуйня сейчас главное чтоб в автобус ящик поставил я его отпущу и пускай идет домой денег дам стратегия короче хуярит дед дед короче старый спотыкается вот так у него нога на этой лестнице блять подворачивается хули василич синие блять где-то тащить за собой они падают мы с крышкой стоим то есть понимаешь да вот гроб был так а стал вот так вот блять то есть крышка на хусь ехал в жум туда она вниз улетела блять на эту хуйню на асфальт где автобусы стоят дед который жил в гробу так машинально панель с такой пристал закрытыми глазами так джум у него эта хуйня на голове блять сложился как как ножик белка но он так вот да стал прям в гробу то есть мы стоим держим гроб блять я понимаю сейчас где-то же блять так вот промышлен бром у ебанец туда блять бум и черепушка я говорю валёк ставь на хуй мы на ступеньки поставим чтобы гроб хотя бы выронул где-то такой качался блять головой на угол гроба лег такой у них раппел сукавлей там эта девочка за качество бледнела блять так ай ой что бля куда он живой живой давай давайте там не делал живой она нахуела типа грузчика ну когда же видно же как будто живой человек как бы он ставил фильмы показывали вот как бы у кенту бёрни например кто смотрел не на в итоге кусти мы уложили деда обратно я успокоил эту бабу блять мы приехали в митина в крематорий там ехал формул давайте там нахуй уточь народу еще блять я без очереди сделал ну извините такая хуйня вновите как бы все это надо ребята я понимаю блять так но денег сразу не дала вы мне папу уронили блять ну не хочется с папой идти блять крематорий надо может быть в землю захоронить понятно но какая самая какая какая самая стремная хуйня как бы лежала в гробу за твою практику наверняка как бы не все же такие чинные благородные да они все стремные бля просто один накрашенный другие не накрашенные но будет там как бы там там типа допустим там колбаса такая нашинкованная не в обиду будет сказано никому блять мотоциклисты блять мотоциклисты и это постоянный фарик так назад фарш приехал фарш блять клаудио пожалуйста забери меня с собой помоги мне люби меня пожалуйста то есть как вот сезон открывается блять все это все смотри ну они там бляху день там тусу и смотри самый дорогой фарш в мешках блять хоронят то есть вот ну и самая хуёвая жесть такая была это как бы чувак у нас то есть ну он такой наркоман хуй зная короче мы жил отдельно от ранителей то ли отъехал то ли сам помер бред ну там но неформал ну такой наркоман как он вписан неформал блять гандон в общем блять ну видимо отъехал блять а у него собака там какая-то бойцовская дома жила блять то есть он отъехал и он там где семь или шесть лежал дома блять вот и собака естественно пожрала то есть там ноги сожрала там ну кисти то есть полость это брюшную кишки там все ходим сожрала блять это как последний фильме стивена кинга ну хуй заф я кинга не смотрел ни этого блять уходи беги нахер отсюда а лето жарко там уже там же опарши духу ли мухи все это завелось это блять не и там запах так вот ну запах на камеру снимается блять но просто учу пацаны сразу то есть оформляем в мешок завернули блять в гроб блять холи он сутки простоял пока на кладбище блять то есть все текет это жарко блять там это блять снизу с ящика с гроба капает блять нам пришлось перекладывать вот это тело в мешке блять в другой гроб в свежий в чистый блять что пока хотя бы там пару часов пока там родственники будут прощаться блять но то там запах был и червяки блять и мы приложили короче эту тушу блять из гроба в все прошло нормально вот этот момент прямо тут очень увлечь самая жесть была понятно что самая жесть в основном тут получается вот это смотрит с мотоциклистами ну как правдание развиваться жалко жалко людей ну тут нет никакого цинизма как бы реально жалко людей как жалко блять значит все равно чтобы жалко пидорасов не ебись в жопу блять не будешь пидорасом а кстати вот вы пидорасов насилий был те были закачки пидорасы блять ну реальные пидоры такие значит с губами блять накрашен соответственно и хранили пидорасов ну там кто-то может вот как у них процессе отличается так ничем за ничем только блять вот они типа не то есть они подходят ребят не надо афишировать там типа вот эта хуйня ну да мы там говорит то есть я изначально как бы ты сказал что для для нас как бы ну для никто не отличается ничем кроме размером и весом соответственно нет и достатком опять же блять ну допустим блять будет а если умный умный он тяжелее как бы умный умный там ну если он умный то он до хуя умный завещание его хоронен без нас за счет государства то есть там грузчики не нужны блять чем умный отличается от обычного человека как бы нас за эту хуйню не посадили блять на что я скажу у меня блять пьяного развели блять на базаров под вид под видом побухать приехал бы приехал гусю блять побить этот пиздец блять я думал мне при пратру поспать на это все голос америки как бы они-то эти песен напели правду в самый как бы повлияло да мне кажется мне хочется пойти в жопу выебать